Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о моих фаворитах. Их немного, но они вот прям, знаете, все 10 из 10. Прям все такие топ-топ-топ, которые я от души по вам рекомендовала. Начнем с ухода, да? Умывалка. Переконом Дима я самая любимая вообще, ну не самая любимая, конечно, одна из самых любимых марок по уходу за лицом. И это такой джентл клинса, который подходит любому типу кожи, не раздражает кожу, не стягивает, отлично смывает макияж. Легкий, не тяжелый макияж. Если у нас там, знаете, такой макияж медийный, скажем, да, с контурингом, с пудрами, там, я не знаю, с хайлайтерами и так далее, ну, два раза помоете и смоет. С одного раза не смоет. Отличный продукт. Вот столько у меня уже осталось. Закончится, куплю его опять или его же, или такой же, ну, такого же формата, только с витамином С на лето для сияния кожи. Почему нет? Нравится. Очень нравится, очень экономный продукт. Вот он у меня уже больше трех месяцев, и вот этого даже, вот этого, вот такого количества хватит где-то еще недели на. Так что я прям довольна. А следующее, то, что, чем я пользуюсь с удовольствием и очень полюбила, это Сандей Райли. Вот такое масло, которое называется Джуна. Вот так оно выглядит. Такое желтое. Вот столько я уже его израсходовала. Его нужно совершенно немного, но я использую где-то по полпипетки. Хотя в инструкции написано пару капель, но я не знаю, какое маленькое должно быть лицо, чтобы хватило пару капель на все лицо и на шею. Я использую полпипетки. Вот так оно выглядит. Оно такое вот желтенькое, нежирное, не оставляет жирной вот этой пленки. Имеет, да, такой специфический запах, но он потом проходит, выветривается. Особенно, если вы потом уже наложили какой-то свой крем. Вообще, сразу, моментально забывается. Ну что же, это Джуна Антиоксидант Суперфуд Фейс Оил. Это, ну, реально, это еда для вашей кожи. Если у вас кожа обезвоженная, какая-то усталая, как это называется, блеклая, ну, бывает, да, у нас не хватает витаминов, какой-то вот город, вот эта вся суматоха, ну, естественно, это все сказывается на нашей коже. Вот эта вот тема очень помогает справиться вот с этими со всеми моментами. Мне нравится. Вот честно, мне нравится. Я им пользуюсь или утром, или вечером. Можно два раза в день пользоваться. Но я предпочитаю один раз. Умыло лицо, тоник, потом Джуна, потом какой-то крем. То же самое вечером, если умыло лицо, тоник, Джуна, крем. Очень, очень довольна, очень нравится. Остатки я обязательно наношу на рубки. Хорошо, хорош, хороший продукт. Очень хороший продукт. Вот как бы с уходом закончили. У меня вот больше нет ничего такого, чтобы прямо показать и сказать, что да, это вот великолепно, прекрасно. Крем у меня самый обычный, базовый за 5 долларов из аптеки. Довольно, довольно. Ну, потому что вот есть какие-то такие переходные составляющие между умыванием, тоником и кремом. И когда они работают хорошо, то, мне кажется, не обязательно покупать какой-то очень дорогостоящий крем в пару к таким вещам. Это мое мнение. Может быть, вы со мной не согласитесь. Чем еще пользуюсь? Молочной сывороткой. Все еще замораживаю молочную сыворотку и протираю каждое утро вот этим вот, вот этой лединкой молочное лицо. Лицо, шею, это дает такую легкую подтяжку, легкую, легкую. Конечно, оно не натягивает вам лицо, но тем не менее. И также я делаю раз в две недели, но иногда раз в неделю маску. Вот маска просто обалденная. Если кто-то не знает, с удовольствием делюсь рецептом. Молочная сыворотка, мука. Ну, вот столько, например, молочной сыворотки, да, вы наливаете в баночку, я наливаю обычно. Столовая ложка муки туда, столовая. И мед чуть-чуть. Ну, наверное, это тогда получается чайная ложка меда. Яичный белок. И я капаю немножко, вот прям пару капель масла. Оливковое масло, масло жужуба, масло с витамином Е, миндальное масло, абрикосовое масло. Любое масло, которое у вас есть дома. Капнули. Мне кажется, даже растительное, подсолнечное будет нормально. Перемешали, наносим. На шею тоже обязательно. И ложимся. Потому что эта маска, она реально вам вот так вот натягивает, как барабан. Все. Она вам натягивает. Вы лежите 10 минут, ничего не делаете, кайфуете. Потом смываете это все дело. И вот прям хорошо. Прям хорошо. Конечно, потом этот эффект подтяжки, он уходит через какое-то время. Но, тем не менее, ну, мне кажется, это работает. Это здорово. Я вот прям молочная сыворотка для меня была таким вот прям открытием в этом году. Следующее, что я вам хотела показать, две помады. Про одну прям, про обе эти помады. Меня, кстати, уже спрашивали, что это за помада. Вот такой блеск от Revlon. Очень бюджетный. Это у них новый блеск, который называется Ultra HD Vinyl Lip Polish. Вот он в таком красивом цвете. Очень приятно пахнет. Пахнет, правда, здорово. И вот так вот он выглядит. Он у меня практически во всех последних видео. Поэтому, кто спрашивал, вот это вот оно и есть. Но я обычно отвечаю, когда спрашивают. И это у нас оттенок. Тут так сложно найти, честно говоря, девушки. А оттенок... 950 Naturel. Вот так вот он выглядит. Я очень довольна. Revlon. Вот прям обалденная вещь. Понравилось. Очень мне понравилось. В аптеке у них небольшая линейка, но все цвета такие сочные, притягательные. Ну, я вот выбрала себе такой нюд. Может быть, попозже куплю еще какой-то более яркий. И еще одна помада. Вот такая помада от Bare Minerals. Матовая помада. Такого вот лавандового цвета. Лавандового-розового. Называется Flawless. Flawless. Тима тут у меня. Что Тима? Сейчас покажу вам ее. Она была у меня в видео о пудровых ароматах. И тоже многие спросили, что это за помада. Вот так она выглядит. Вот она. Тоже имеет очень приятный запах. Такой нежный, кремовый. Чуть-чуть, ну, как будто вот что-то такое съедобное. Хорошее. Мне нравится. Не на каждый день, потому что все-таки я не очень люблю матые помады. Я люблю, когда они более такие жирные, сливочные. Ну, иногда можно. Мне понравился цвет. Мне понравился вот этот лавандовый цвет. Под голубые глаза он мне очень подходит. Так что, ну, если вдруг надумаете покупать эту помаду вот так вот прям вслепую, я бы не рекомендовала. Она, такое вот у нее странное оттенок. Вот сейчас мне под загар слегка. Она лучше подходит, нежели когда я была без загара. Так что вот надо обязательно ее пробовать. Хорошая. Ну, хорошая. Стойкость тоже окей. Окей. Невъедливая. Ну, такая хорошая. Нормальная. Вот показываю, рекомендую. Два. Аромат, который ношу вот прям в последнее время очень часто. Чаще других. Радио Бомбей Диэс Эндургон. Обожаю. У нас сейчас лето в самом-самом разгаре. Поэтому здесь присутствует кокос. 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 Сандал. И вот эта вот сливочная кокосовая нота. Мягкий сандал. Он, конечно, прекрасен. Именно в жарком климате. Вот что вот у нас сейчас творится на улице. Так что я обожаю. Диэс Эндургон. Радио Бомбей. Очень хочу себе. Я уже, по-моему, говорил в каком-то видео. Роуз Атлантик. Утрое. Радио от Радио Бомбей. Вот Диэс Эндурга. Но пока что-то подожду. И еще один аромат, который ношу редко. Но такой какой-то, знаете, немножко биоанхоличный для меня. Но если ношу, то все. Это запой. Это вот прямо начинается у меня. Эпопея. Это ирисовая пудра от Пьера Бурбона для Фредерико Малли. Ну, мои любимые вообще. Флаконы. Фредерико Малли. Обожаю. Люблю всем сердцем. Ирисовая пудра – это одна из самых красивых пудр, вообще, какие только можно представить. Я уже говорила об этом в видео о пудровых ароматах. Люблю ее на коже. Люблю ее вот эту пушистость, нежность. Ну, она пленительная. Этот аромат, он просто пленителен, он делает вас еще более женственной, еще более красивой, еще более желанной и так далее, и так далее, и так далее. Бесподобный. Если вдруг еще не пробовали, прям рекомендую. Мне кажется, он не может не понравиться. Ну, не бывает такого. Так что, ирис пудре, Фредерико Малли. Мой аромат. Косметика. Вот. И все. Вот эта палетка, она у меня в ходу каждое лето, зимой, так как я белею, она у меня лежит, ждет своего часа опять летнего, летнего. Это Шанель, палетка под номером 170 Бэш Интенс. По-моему, это вообще самая темная, которая у них была. Вот так она выглядит. Ее, конечно, невозможно красиво показать, потому что она вся такая уже потертая. Ну, да, это вот такой формат. Что тут у нас? Консилер, который можно и на все лицо наносить, румяна и хайлайтер. Вот она сейчас полностью на мне. Хайлайтер у меня на веках, консилер на всем лице, румяна на щеках. Очень люблю эти румяна. Они, знаете, делают такой реальный эффект, как будто вы вот где-то побегали на улице на морозе. Ну, они смотрятся, да, они смотрятся очень натурально. Так что люблю, люблю ее за компактность, за легкость в использовании, за качество текстур, за то, как она смотрится на моей коже. Люблю. Люблю. Ну, наверное, есть смысл купить себе такую же в другой, на другой период, когда я не такая загорелая, например, скажем так, да, что у меня волосы сегодня как-то лежат странно. Все, от баночек скляночек придем к фильмам, к фильмам, к фильмам, к фильмам. Я на днях посмотрела фильм «Щего» по роману Донны Тарт, мне очень понравился. Фильм мне очень-очень-очень понравился. Он вот прям, знаете, каждый кадр, вот ты его смакуешь. То же самое, как и книга. Ну, книгу, честно говоря, очень тяжело мне было читать, да, я ее прочла все-таки. Но вот она мне показалась затянутой слегка. Ну, может быть, это мое мнение. Книжка, конечно, тоже хорошая, но для меня она too much. Слишком много там всего было. Слишком толстая. Слишком толстая. А фильм, вот, бесподобный, я не знаю. Мне понравилось все. Мне понравились актеры, мне понравились декорации. Мне понравилось все, как вот показаны вот эти вот моменты трогательные в жизни этого мальчика, да. Эта дружба с его другом. Ну, великолепно. Приятным бонусом Николь Кидман была. Потрясающе там сыграла. Великолепная актриса, красивая. Выглядит гениально. Гениально. Как тебе это удается? В общем, я рекомендовала бы этот фильм. Мне кажется, даже любителям книги Щегол, вот прям таким фанатам, он должен был бы понравиться. Напишите, если вы со мной согласны или нет. Очень интересно. Также мы посмотрели, я тут записала, потому что я все время забываю. Фильм «Паразиты» корейский. Многие уже его смотрели, и он не новый. Но вот нас угораздило его посмотреть только недавно. Потрясающий фильм. Цепляет с первых же кадров. Ты вот просто погружаешься в эту атмосферу. Неприятный, странный, ну, будоражащий фильм. Вот эта семья, эти все персонажи, как они все вот это вот делают. Это нечто. Это нечто. Очень хороший фильм. Я не буду говорить о чем. Посмотрите, если любите корейское кино, если любите немножечко авангардное кино, такое со странностями, то вам понравится. Также хочу сказать, что этот фильм снял режиссер, который снял еще один очень хороший фильм. Ну, вдруг не видели. Он еще до «Паразитов» был снят. Называется «Окча». «Окча». Фантастика, фантастика. Очень трогательный фильм. Очень такой грустный. Но обязателен к просмотру. Ну, вдруг не видели. Вдруг не видели. «Окча» я бы рекомендовала. И еще один фильм. Не фильм даже, это сериал, который мне понравился, запомнился. Вошел в список открытий этого года. Это «Становясь богом. Центральный Флоридия». Это сериал с Кирстен Данц в главной роли. Я ее очень люблю. Ну, и она там прям душка. Фильм и сериал опять. Я что-то сегодня заговариваю. Сериал необычный, специфический. Кому-то, может, не понравится. Сто процентов, я думаю, мало кому он понравится. Тяжеловато смотрится, особенно в начале. Но потом он просто вас затягивает. Затягивает этот сюжет. Затягивает героиня. Затягивает то, что с ней происходит. Чудной. Не чудный, а вот тут он чудной. Но классный. Я, честно говоря, еще не досмотрела. Мне осталось пару эпизодов. Но вот пока, на том моменте, где я сейчас нахожусь, это что-то новое. Это что-то новое. Такое вот прям специфическое. Мне очень нравится. И на этом у меня все. Все вот такие были у меня. Все такие у меня были. Такие у меня были мои фавориты. Напишите. Напишите, что вас вдохновляет. Что вас впечатлило за последнее время. С удовольствием вас и почитаю. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok